Здравствуйте, коллеги! Мы сегодня с вами собрались по поводу уже третьего семинара, который работает в рамках Банка инновационных методов обучения. И, собственно, та идея, ради которой это все задевалось, это презентация тех разработок, которые подавали наши дорогие сотрудники университета с прошлого года в Банк инновационных методов обучения. Я предложила нашей дорогой коллеге, не знаю, лучшему профессору социологического факультета Сороке Юлии Георгиевне поделиться с нами сегодня своей методической разработкой, которая посвящена технологиям критического чтения. Я напоминаю вам, что вы можете всегда дозарегистрироваться на регистрации, те, кто опоздали после семинара. Вы можете зарегистрироваться на сайте, чтобы у нас появилась ваша почта, чтобы вы могли получать рассылку. А также напоминаю, что те, кто подписались на наш канал Института заочного и послодипломного образования, вам автоматически приходит ссылка о том, что новое видео в записи семинара появилось на нашем канале. Ну, пожалуйста, Юлия Георгиевна. Хочу сказать, что у нас там открыта задняя дверь. Если вдруг кому надо сбежать, то вы можете выйти тихонечко через заднюю дверь. Спасибо большое, Анна Николаевна. Уважаемые коллеги, очень приятно вас видеть. Спасибо большое, что вы пришли, нашли время. Спасибо за приглашение. Это действительно такая возможность одновременно интересная и волнующая, потому что делать это перед студентами – это одно, делать это перед коллегами – это другое. Вместе с тем, есть какие-то идеи, которым хочется поделиться. И я буду рада, если у вас будут потом какие-то вопросы ко мне, и мы успеем их обсудить. Я буду говорить про текст, с которым я работаю в моем курсе. И тут есть распечатанные варианты. Если кому-то захочется в процессе, значит, или воспользоваться, про них – пожалуйста, но я бы хотела потом их вернуть. То есть это просто тот короткий текст, с которым я работаю уже на курсе. Итак, сегодня я представляю вам тренинг критического чтения. Я думаю, что мы будем работать в умовном режиме, потому что текст, который я предлагаю, для анализов, он не перекладывается в украинскую мову, но материалы, которые для работы, но не украинской мовы, чтобы уже до чего мы учатся в украинскую мову, потому что я буду переходить с украинской на российской и оборудованной мови. По-перше, я бы хотела для завернення информации про мой курс, эти рядки, где вы можете прочитать, что это за курс. То есть я его читаю на Бакалавратии социологического факультета, а также на магистратуре факультета философского для культурологов. И почему, в целом, возникло такое питание, такое завдание про тренинг критического читания? Потому что, во-первых, было такое ощущение, что нужно как-то активизировать работу с текстами, с которыми мы работаем. А потом уже до этого додалось еще и завдание критического читания. То есть, на чем я хотела бы огласить сначала, и что, как я понимаю, это социально для потребителей разных специальностей и разных факультетов. Это то, что мы все время используем какие-то тексты. Мы пользуемся текстами подручников, мы работаем с першеджерелами, мы учим студентов самих створювать певные тексты. И поэтому работа с текстами – это наше повсюду наше постоянное завдание. С другой стороны, мы должны формировать разные подходы к работе с этими текстами. И именно в этом тренинге критического читания я как раз отличаю два таких завдания. Первое я называю позитивным знанием тексту. Первое, то есть позитивное знание тексту – это знание его смысл, его структура, положение, понятия, которые используются. И это знание, которое асоциируется с эрудицией. И это знание, которое мы асоциируем с знаниями с подручника, например. Но нам также важно и пользоваться другими формами знания, которые мы называем критическим освоением текста. Критический текст – это очень важно нахолосить на то, что критично в данном случае критика, что мы понимаем под критикой. То есть под критикой мы не понимаем певное заперечение каких-то положений, которые нам предлагают в текстах. А что же такое критика? Критика является визначением кордона, используя певных положений, певных понятий, певных идей, которые в каждом тексте есть. И как раз в этом тренинге я и намагаю себя как-то эти кордоны визначити, ну, научить студентов эти кордоны визначать. Пропоную певные варіанти, как это можно сделать. И почему критичное знание для нас очень важное? Во-первых, и это главное, что критичное знание на текстах налаштовывает нас на использование текстов. То есть не просто на их витворение певных знаний, мы вивчили что-то, как традиционно говорят, сдали и спите забули. А мы ориентуемся на то, что певный текст должен работать, его положение должен работать в дальнейшей работе. Это будет какая-то работа реферативная на этапе бакалаврады, это будет какая-то работа аналитичная на этапе магистратуры, або дослідницкая на других этапах науковой деятельности нашей. Но самое главное, что это должно быть использованием. И вообще эта ориентация, я ее повязываю с студентоцентрованностью, как принципом, который сейчас для нас актуален, и с ориентацией на компетентность, который также нас ориентует на практику, на практичное использование знаний и навыков, про которые мы говорим. С чего я начала, чтобы рассказать про этот тренинг? Как вы видите, это тематический план курсу. И этот тренинг литичного читания является одним из семинаров, который проходит, который является другим. То есть, я этот тренинг провожу на начале нашего навчания. И намеряюсь таким образом акцентовать, что эти навыки, которые мы формулируем таким образом, они являются определенной базой для того, чтобы далее просустися курсом. И теперь уже безусловно про тренинг, про его завдания и про текст, который мы будем анализировать. А сколько... Ну, сначала я бы сказала про слово тренинг, про понятие тренингу, и каким чином я его трансформую для того, чтобы была возможность его использовывать против конкурсу. Мы знаем, что тренинг – это практичное навчание, которое, прежде всего, используется для навчания взрослых, а также это такое навчание, которое зарегистрировано на практичные навыки, на практику, на набуте певных навыков и знаний. И мы знаем, что тренинги проводят специалисты из разных дисциплин, очень известные тренинги психологические, мы знаем разные варианты тренингов особистого, как бы сказать, про старые, например, про лидерство, например, або про другие важные вещи. То есть, есть разные тренинги, и, если они обычно приходят не в стены университета, не в контексте учебных курсов, то они втрачают певный час, это больше, чем академическая година, або две академические годы. Я мала как-то пристосовывать это понятие для того, чтобы использовать тренинг против своего семинара на курсе социологии и культуры. И поэтому я его разбила на несколько частин, и важливое его требование, что с этим завданием студенты знакомятся еще до семинара, и они имеют в себе таки скороченный вариант текста, который мы безусловно будем читать. И теперь про это завдание. Завдание складается из трех частин. И первая часть касается того, что я назвала позитивным знанием тексту. То есть, это завдание, которое работает на позитивное знание тексту. Прочитайте текст, подведьте его на частини, дайте каждую назву, соответственно, ей темы, обратите внимание на основное положение каждой из частини, его формулирование и аргументы, которые наводят автори. И теперь я хотела бы безусловно вернуться до того, каким чином мы это завдание выполняем. То есть, если мы вернемся до этого завдания, то мы видим тут декольку центральных категорій. Как вы видите, это текст синяя. Текст, часть, тема, положение и аргументы. И, поскольку я сейчас буду концентрувать внимание на эти позитивные знания тексту, то тут хотелось бы обратить внимание на это внимание. То есть, мы акцентуемо такой связок. Что такое текст? З чего он складывается? Это очень важно. Как для анализу, как для работы, для навчания, так и для того, чтобы далее потім свои власні тексти створювать, конструювать и так далее. И текст складывается с положения. А положения, в свою очередь, используют понятия, мают аргументы и положения и аргументы используют певные понятия. И далее, таким чином, мы имеем такой связок, текст, часть, тема, положение и аргументы. Початку я хотела бы обратить внимание на то, каким чином я показываю студентам, как мы выделяем положения и аргументы. И вот перед нами первый абзац тексту, который я использую в этом контексте. И пока вы, возможно, читаете, что тут написано, я хотела бы рассказать несколько слов про этот текст. И почему именно я его использую? Это книга, и мои коллеги-социологи, и представители других социальных и аргументарных наук, возможно, это хорошо знают. То есть, не возможно, а хорошо это знают. Это один из важливейших текстов социологии 20-го столетия. Бергер и Лукманн. «Социальное конструирование реальности». Это важливый текст для парадигма социологической и социальной науки, который акцентует внимание на то, что общество является результатом деятельности людей. Суспільство является результатом деятельности людей. И таким чином, все, что мы имеем в суспільстве, те объективные социальные факты, на которые мы часто считаем за все, и первое, институты, они результатом конструирования, социального конструирования. И это, в целом, очень интересно, написано, на жаль, не перекладано еще украинской мовы, но очень простою мовою написано, книжка, которую можно рекомендувать не только студентам, но и людям, которые интересуются, что такое общество, как оно построено. И я использую скороченный вариант парадигма, который называется «Истоки институционализации». То есть, в этом парадигме мы говорим о том, что такое институт, каким чином он возникает, каким чином он формуется, каким чином он функционирует, благодаря каким механизмам он функционирует. И очень важно, что мы в социальных науках, в социологии, мы привыкли, институт, понимать, как часть объективной социальной реальности. И в этом тексте, как раз, Бергер и Лукман показывают нам, каким чином суспільство, как объективная социальная реальность, створюется, как продолжение субъективной реальности певных действий, певных людей, которые в этом суспільстве действуют. То есть, я еще раз повторяю, что это очень интересный и важный текст, но, так би мовити, довольно сложный для умисления, который ориентирован на такое объективное бачение суспільства. Ну, а теперь я вернусь к этой картине, которая мне очень нравится, потому что она так коляровая и размальована. И я думаю, что вы догадываетесь, наоборот, мне используют несколько кольевых. Кольори, бо одними кольорами, зеленый – це положение, благитный – це аргументы и, здається, жовтый – це приклады. Всякая человеческая деятельность подвергается хабитализации, то есть опривычниванию. Это утверждение или положение. Дальше оно разворачивается. Это разворачивание мы можем понимать, как, например, так скажем, общий логический аргумент. Я, когда разбираю это со студентами, подчеркиваю, что аргументация может быть разная. Но мы привыкли в социологии к эмберической аргументации, когда определенные положения подкрепляются, доказываются с опорой на эмберические исследования. Кроме этого, как и в любой социогуманитарной науке, у нас могут быть примеры из повседневной жизни, а также тех ее аспектов, которые представлены, например, в художественных произведениях, то есть в разнообразных культурных продуктах. И мы очень широко используем и кино, и художественную литературу для того, чтобы, значит, аргументировать свои положения. В данном случае я трактую это расширение тезиса как такой общий логический аргумент. Любое действие, которое часто повторяется, становится образцом впоследствии, оно может быть воспроизведено с экономией усилий и ипсофакта осознанно, как образец его исполнителя. Дальше у нас следует еще один тезис, который, снова зеленый, который у нас уточняет, разворачивает основной тезис. Кроме того, капитализация означает, что рассматриваемое действие может быть снова совершено в будущем тем же самым образом и тем же практическим усилием. Это касается деятельности как в социальной сфере, и так и вне ее. Здесь мы имеем разворачивание этого тезиса. Дальше кусок, который я трактую как пример, хотя тут нет слов, например, и хотя, в общем, внешне это выражение не сильно отличается, может быть, от предыдущего, вместе с тем есть некоторые различия, которые мы чувствуем. Даже изолированный индивид на обошедшем поговорке о пустынном острове делает свою деятельность привычной. Когда он просыпается утром и возобновляет свои попытки построить канои спичек, он может бормотать себе под нос, попробую-ка я снова, во мере того, как он приступает к процедуре, состоящей, скажем, из 10 шагов, и делает первый шаг, да? Ну и так далее, да? То есть идея достаточно простая, она ясна, мы... Почему это еще удобно использовать? Это позволяет нам, так сказать, визуализировать наш процесс чтения текста, что приятно демонстрирует наше преимущество перед людьми там 20, 30, 40 лет назад, да? Который, кроме храдашей и ручек и бумаги, не было, так сказать, подручных средств для того, чтобы это делать. Дальше мы знаем, что достаточно много людей в аудитории приходят со своими, значит, ноутбуками или платшетами, и мы включаем их, включаем их в этот процесс, вот, таким образом, этот телефон, который... или планшет, который часто отвлекает наших студентов от того, что говорит преподаватель, или что предлагает делать, он таким образом интегрируется в процесс. На что я здесь хотела еще обратить внимание, как на некоторые дополнительные преимущества, да, и дополнительные, так скажем, аспекты этого процесса. Что очень важно читать, на мой взгляд, очень важно читать текст вместе с студентами и обращать их внимание на то, как он устроен, да? И в данном случае мы... Вот я специально выделила этот латинизм, да, для того, чтобы практически всегда, когда мы начинаем этот тренинг, первый вопрос это, что значит ипсофакта. А также там Бергер и Лукман используют и другие латинизмы, да, и мы знаем, что использование таких слов, да, характеризует определенный стиль научного языка, да, мы можем, так сказать, развернуть в этом направлении какой-то монолог, да, и предложить студентам подумать, почему это так происходит, или, например, почему, если этот текст переводился на русский язык с английского языка, то почему вот это ипсофакта, которое тоже вроде бы английским буквами написано, да, почему его не перевели на русский, а оставили таким образом, да? То есть здесь мы зацепляемся с одной стороны за какой-то структурный внешний элемент текста, да, но мы имеем возможность, как бы, выйти на какие-то другие аспекты в зависимости от того, какие задачи мы ставим и в каком направлении мы хотели бы двигаться, да. Вот. Также мне кажется очень важным, особенно в перспективе того, что в конце курса вы ожидаете письменную работу, обратить внимание на то, с помощью каких слов обозначаются тезисы, аргументы, примеры, да. Ну, с примерами проще всего, потому что обычно примеры начинаются со слов на пример, да, совершенно верно, да. Тут кое-где это есть, но в этом как раз отрывке этого нет, но мы на это обращаем внимание, да. Ну и вот еще слова, которые здесь остались неохваченными, да, специально для того, чтобы мы обратили на них внимание, да. Что еще важно? Это важно, что они не только маркируют определенную часть текста, в данном случае аргументы или примеры, да, они еще и скрепляют текст, склеивают его, да, и мы таким образом показываем студенты, как можно перейти от одного положения к другому, да. Соответственно, это ставит вопрос, а какое из них должно быть в начале, какое потом, да. То есть здесь мы, значит, топчемся с одной стороны, как может показаться, да, на одном абзаце, но мы здесь решаем очень много важных задач. И еще, почему, на мой взгляд, это важно, потому что вот такая неформальная работа с текстом позволяет, на мой взгляд, бороться и с плагиатом, и прежде всего не с его уже проявлениями, да, а с некоторыми внутренними установками, которые, возможно, уже присутствуют, да, и которые связаны с недостаточными компетенциями по созданию, собственному созданию текста, да, когда студенты говорят, ну, разве же я напишу так красиво, как бы вот этот человек написал, да, в книжке, да, в книжке всегда все красиво, аккуратно там, или в статье и так далее, да. Вот, когда мы обращаем внимание на то, что текст это некоторый конструктор, да, который можно, или пазл, да, который можно разобрать, собрать, да, из которого мы можем делать свои тексты, да, по определенным правилам, я думаю, что мы таким образом и решаем и эту задачу. Дальше, как вы помните, я прошу поделить текст на части, поделить текст на части, то есть вижу в этом начало, что ли, работы вот по такому освоению текста позитивному и дальше уже критическому, да, вот. И каким же образом это можно делать? Во-первых, по ключевым словам. И наиболее часто студента, во всяком случае, на бакалаврате, на третьем курсе делят его по абзацам. Тем более, что этот текст достаточно, так сказать, ну, он, что ли, однороден, и он состоит из 19 абзацев, которые, вот, которые, значит, связаны, и одновременно, в общем, нужно отдать должное нашим авторам, они, в общем-то, вот та структура, которую я показала на примере первого абзаца, она, в общем-то, повторяется. То есть есть некоторые утверждения, которые аргументируются, дополняются, значит, приводятся в примеры и так далее, да. Вот, и поэтому, если ваш студент, если мои студенты, ну, тщательные и подготовились к семинару, но, допустим, не болеют особой фантазией, то чаще всего я получаю вот некоторый вариант плана по абзацу, да. Вот, и в данном случае я, значит, озаглавила эти разные абзацы. Вот, ну, опять же, в принципе, я обрисовала вам основной смысл этого параграфа, я говорила, что я его немножко сократила для того, чтобы, опять же, все это уложить в формат времени семинара. И вот такой примерно план, такое примерно деление на темы я получаю, да. То есть, значит, первый абзац говорит нам про хабитализацию или о привычных, да. Дальше речь идет о том, что такое институционализация, да, взаимная типизация привычных действий, да. Далее наши авторы разворачивают идею о том, что институт всегда имеет свою историю и, став таковым, он оказывается и контролем над действиями людей, потому что люди, их поведение становится предсказуемым. И прежде всего оно становится предсказуемым для двух людей, которые наблюдают друг друга. Очень важные дальше идут идеи, связанные, когда Бергер и Лукман переводят понятие института, воплощают его на примере межиндивидуального взаимодействия. Это, опять же, для социологии тоже очень важно, потому что для такого, ну, неподготовленного представления кажется, что индивиды, они находятся полностью в описании, в распоряжении психологов, да. Или, в крайнем случае, социальных психологов. В то же время в социологии есть значительный и очень интересный, на мой взгляд, массив знаний, который показывает о том, как социальное проявляется на индивидуальном уровне. И, собственно, почему я люблю этот текст, потому что в нем как раз показывается, каким же образом это происходит. Вот, но интересно, что в том, как авторы разворачивают эту идею, мы обнаруживаем и ограничение, да, ограничение этого текста, о чем я буду дальше говорить. Я не буду проговаривать сейчас все, так сказать, девятнадцать этих вариантов. Вот, обращу лишь внимание на следующее. Я акцентирую, значит, этот, как можно по-разному называть эти темы, да. Вы помните, что я просила в задании поделить на части и обозначить тему каждой части, да. И когда мне студенты предлагают это обозначение, то оно может быть, там, односложным, да. Оно может быть коротким, да, но с уточнением, да. И, соответственно, мы уже видим некоторый развернутый вариант, да. Вот, что еще интересно, что в процессе этого задания мы выполняем уже, то есть к нему студенты готовятся дома, но мы выполняем его в аудитории. И, соответственно, значит, кто-то из студентов, да, по желанию, вот, рассказывает о том, как он или она поделит этот текст и называет свое название, да. И тут очень интересная тоже возможность возникает для того, чтобы корректировать, для того, чтобы раскрывать возможности, которые есть уже у наших студентов и с ними, и с ними работать, да. Это то место, то время, где можно задать вопрос, а почему вы так считаете, да. А как вы это связываете, да, а какие понятия в данном случае использует автор, да. Как они определяют эти понятия, где вы находите эти определения, да. Вот, то есть здесь мы разворачиваем также и навыки, и акцентируем, и формируем, и совершенствуем навыки работы с понятийным аппаратом, да. Потому что мы понимаем, что хорошо, как в словаре, где, значит, у нас есть понятие и его определение, да. И, может быть, еще какие-то примеры, там, ссылки на литературу, да. Но это в словаре. В большинстве случаев мы работаем с понятиями, которые определены в каком-то тексте, да. И поэтому определение, оно может быть смазанным, оно может быть присутствовать в нескольких частях, да. И нужно, и мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда студенты, допустим, видят только начало, но они видят других элементов определения, которые мы находим в этом тексте, да. И поэтому, если, допустим, автор начинает с того, что вот в повседневном мышлении, там, ритуал, там, допустим, лишенное содержание, это формальное действие, последовательность какой-то и так далее, и так далее, да. То часто на этом все и заканчивается, и потом в текстах контрольных я получаю это в качестве ответа, я и показываю, ну, правда, уже потом поздно показываю, да, что этого недостаточно, да. Вот как раз работая на этом уровне позитивного освоения текста, мы можем работать в том числе и над определениями понятий, над тем, чтобы их схватывать, чтобы их акцентировать и корректировать, да. И, на самом деле, я считаю, что это очень важная обстановка, это очень плодотворная обстановка, когда мы можем с этим работать, да, потому что это та обстановка тренинговая, да, в котором нет вот такой напряженности, да, вот я что-то неправильно скажу, мне поставить плохую цену, да. То есть здесь, и это особенность тренинга, здесь как раз есть некоторое пространство обмена такое, ну, как бы, доброжелательное и содержательное, да, максимально неформализованное, да, что очень важно, и что очень важно для подкрепления, для реализации самостоятельной работы студентов, да. То есть я пытаюсь им показать, как с этим работать, да, показать какие-то, значит, как бы, так сказать, форматы, да, с тем, чтобы они дальше этими форматами пользовались, да, вот. Но мы понимаем, что, значит, тематизировать структуру текста можно по-разному, и поэтому мне эта идея тоже очень важная, и почему, допустим, мы не ограничиваемся тем, что первый человек, который подняла руку, ее, предложенная ей структура, и берется нами дальше за, значит, образец, вот. Потому что, и этот тренинг дает мне возможность это акцентировать, да, что тематизировать текст можно совершенно по-разному, да, в зависимости от того, для чего он вам нужен, да, и здесь в данном случае я предлагаю такое расширение, то есть в зависимости от темы текучего исследования, в котором находится человек. В данном случае, допустим, если, если уже у студента есть какая-то, какая-то тема, значит, исследовательского задания, которое он будет реализовывать или она, да, или есть какие-то другие интересы, да, или если мы посмотрим на этот текст в перспективе разных дисциплин, да, то, соответственно, мы от такой конспективной, что ли, структуры переходим к самым любым другим структурам, и здесь я предложила набор, ну, несколько вариантов того, как, какими концептами можно тематизировать этот текст. И очень важно, что если мы выберем какой-то из этих концептов, то для тематизации, то у нас и структура получится совершенно разной, да, потому что, например, социальная реальность, да, то есть этот текст позволяет нам раскрыть вопрос социальной реальности, какова она, вот, а мы видим, что социальная реальность у нас появляется в тексте только уже, сейчас что-то я не вижу, в общем, где-то в середине, во второй половине текста, да, это значит, что первая половина, да, она уже, она будет чем-то другим, да, например, она будет примером, например, она будет, там, разворачиванием, разворачиванием основного тезиса, да, и, соответственно, допустим, как бы, использование текста будет совершенно другим, да, вот это, на мой взгляд, ну и если мы возьмем понятие институт, да, то это понятие появляется у нас во втором абзаце, поэтому, допустим, первый абзац, он нам нужен уже в каком-то другом режиме, чем при таком конспективном, конспективной такой тематизации, да, или если мы говорим про, там, социальное конструирование, или индивиды в обществе, да, или о том, что такое знание и общество, знание рассматривается в этом куске, там, в последней, последней четверти на время, да, вот, это очень важно, во-первых, это позволяет, с формальной точки зрения, это позволяет мне включить аудиторию в работу, то есть, если первая подняла руку и, значит, рассказала, протиратурила свою структуру, значит, отличница, которая всегда готовится и так далее, это не значит, что всем остальным уже нечего делать, да, но я подкрепляю эту идею, как бы, содержательно, да, показывая, что текст, это не некоторая догма, это не что-то такое, что можно использовать только целиком, да, а, опять же, это конструктор и такой пазл, да, с которым можно работать, вот, ну и переходим ко второму заданию, ко второй части, которая уже имеет элементы критического, критического освоения, да, скрыставшись додатковой информацией, которую вы самостоятельно сможете знайти, спробуйте відтворити умовы написания цього текста, теоретично-методологичний, социально-историчний, индивидуально-биографичний. Какая идея лежит в основании? Как бы мы ни стремились к научной объективности, да, мы это делаем, но мы, делая это, мы все равно находимся в некоторых рамках, да, вот с помощью этих трех понятий, теоретико-методологическое, социально-историческое, индивидуально-биографическое, я постаралась обозначить три варианта этих рамок, три варианта этих ограничений, да, наверное, мы можем подумать и придумать еще какие-то, возможно, уточняющие эти первые, да, наверное, теоретико-методологические это то, что, так сказать, очевидно, понятно для людей в науке, в образовании, это понятно, да, то есть это те рамки, которые накладывают теорию методологии, которую вы используете, да, это та область определения, на которой эта теория методологии работает, и в свою очередь это те границы, которые формируются через концепты, да, мы не можем, у нас нет универсальной одной теории, которая позволяла бы нам увидеть все, что есть в мире, да, какие бы мы, так сказать, линзы не предложили, что-то окажется очень хорошо освещенным, а что-то окажется вне их зоны, да, вот, говоря про социально-исторические, социально-историческую обусловленность текстов, я здесь акцентирую внимание на том, что, ну, я не буду сейчас говорить про все социальные, социально-гуманитарные науки, но для социологии актуальность социально-историческая, то есть те проблемы, которые всегда имеют значение для выбора темы исследования, для выбора направления исследования, и в том числе и для выбора методологии, вот, и человек, человек находится, автор, в данном случае авторы, да, они, так сказать, часть эпохи, независимо от того, до какой степени они это осознают, и до какой степени это выражается явно, и, так сказать, в их работах, да, и поэтому, ну, допустим, наверное, в общем, это и так понятно, например, тема про коррупцию, да, она не звучала, например, там, в каком-нибудь 83-м году, да, вот, возможно, она звучала в какой-то другой, я имею в виду, вот, например, в этих стенах, да, на этой территории и так далее, да, вот, возможно, она звучала в каком-то другом словесном выражении, да, наверное, и это, наверное, давало какие-то другие, значит, аспекты, да, вот, ну и так далее, то есть здесь, здесь я подчеркиваю, что, и это особенность социологии, да, что ученые всегда продолжают оставаться, ученые оставаться членом общества, да, и это каким-то образом влияет на его текст. И, наконец, индивидуально-биографические особенности какие-то, ситуации, характер биографии человека, который написал, то есть собственные какие-то перебеди, собственно, его или ее собственной жизни, да, и вот на что я здесь могу обратить внимание. Ну, сейчас я предложила, что еще важно, я сейчас предложу возможные материалы, на основе которых студенты отвечают на эти вопросы, да, и, значит, понятно, что это могут быть самые разные материалы, в данном случае, если мы говорим про методологические ограничения, то можно взять учебник, да, по историю социологии, вот, можно взять какие-то специализированные монографии, вот, в данном случае это материал из вступления, которое было написано Рудкевичем, вот, и на что мы обращаем внимание, со студентами обращаем внимание, вот, в этом материале, да, каким же образом, ну, через какие-то эти ограничения, эти рамки можно увидеть, обозначить, да, во-первых, это обозначение самого направления, в рамках которого работает автор, феноменологическая социология, да, и такая ее особенность, которая, наверное, прежде всего бросается в глаза, имеет значение, она ориентирована на повседневное знание, реальность жизненного мира, предшествующих всем теоретическим системам, да, это то, что определяет, характеризует в таком очень широком смысле, но вместе с тем ориентирует, значит, наших авторов, и, в свою очередь, для нас это становится способом определить вот эти теоретико-методологические ограничения, вот, тоже автор обращает внимание на дисциплинарные особенности, да, этого текста, это социология и социальная психология, да, то есть это для нас тоже возможность развернуть по этому поводу какие-то идеи, дискуссии, а также наш автор этого вступления обращает внимание на то, что это американская и, где она там, и немецкая, значит, наука, да, в данном случае американская социология, социальная психология и немецкая, да. Вот, я понимаю, что, возможно, это не самый удачный, удачный и не самый яркий, может быть, не выражающий, значит, достаточным образом или достаточной степени текст, который позволяет нам теоретико-методологические ограничения обозначить. Но вместе с тем, если до дохода дела до чтения вступления, это, в общем, мне повезло с группой, так скажем, да, со студентами, да. Вот, сложнее социально-историческими ограничениями, потому что здесь приходится актуализировать знания по другим дисциплинам, в частности, по истории, и также актуализировать знания, которые у нас есть об истории, но полученные не через, значит, формальное образование, поэтому я смело в данном случае посмотрела, что из, поскольку эта книжка была опубликована в Соединенных Штатах Америки в 66-м году, я посмотрела, что пишет Википедия украиномовна, российскомовна по этому поводу, что происходило, чтобы представить себе, что это было за время, да. Понятное дело, что это отрывочные какие-то сведения, с которыми мы можем работать, понятное дело, что что-то можно еще дополнить, да, потому что мы видим, что, допустим, украиномовная Википедия акцентирует внимание на положение Соединенных Штатов в мировом, так скажем, в мировом пространстве, на экономических каких-то военных, экономических, прежде всего, аспектах, да, вот, а, в свою очередь, российскомовная Википедия акцентирует внимание на событиях, и среди событий мы видим, а, воины, б, выступления антивоенные, и, б, космические успехи, ну и, конечно же, там, убийство Кеннеди и так далее, и так далее, да. Ответить на вопрос, какие, то есть это, по сути, это достаточно сложная задача, да, вот, и мне кажется, что это хорошо, что в таких, так скажем, внутрисеместровых каких-то работах ставить сложные задачи, да, потому что, допустим, их трудно реализовать в каком-то идеальном виде, но, возможно, за них взяться, да, пока еще до экзамена далеко, пока еще есть какое-то пространство, да, есть какое-то время для того, чтобы попробовать подумать над этим, да, и для меня, в свою очередь, возможность как-то акцентировать, актуализировать студентов в этом отношении, да, вот, и я пытаюсь не, как бы, не предлагать своего, своей трактовки ответа на этот вопрос, вот, и если вам будет интересно, я вам скажу, какие мои варианты, но я здесь акцентирую внимание на моей задаче подстегнуть, мотивировать моих студентов для того, чтобы они предложили свои варианты ответа на этот вопрос, вот, ну, и примерно в том же духе я предлагаю работать с этим задачей выяснения индивидуально-биографических ограничений, что ли, которые, которые, безусловно, есть в каждой работе, да, вот, и поскольку я, опять же, здесь могут быть самые разные, самые разные срезы, да, самые разные варианты ответов, в зависимости от того, какими, какими, чем я интересуюсь, поскольку я работала над темой поликультурности и пыталась акцентировать, найти, значит, в этом тексте какие-то возможности для того, чтобы культурную неоднородность и поликультурность общества, значит, обосновать в этом аспекте, то я обратила внимание на то, что как раз их видение общества, которое вырисовывается, в частности, в этом разделе, да, оно достаточно монокультурное, вот, и я подумала, почему же это так, да, и это еще более интересно и неожиданно, потому что оба автора, оба соавтора, да, они в своей биографии, да, имеют, значит, миграцию, да, в частности, значит, ну, то, что я вот здесь обозначила, да, Бергер родился в Италии в еврейской семье, учился в Лондоне, а потом эмигрировал в Соединенные Штаты, и, собственно, уже в Соединенных Штатах и, так сказать, развернул свою деятельность и умер в 17-м году, и годом раньше умер, значит, его соавтор Томас Лукман, вот, и в его биографии тоже присутствуют эти перемещения, и вот, когда соединить эти вещи, да, вместе, да, три измерения, да, то получается интересное пространство, где возникает вопрос, а почему же так произошло, да, почему так произошло, почему во время, когда Соединенные Штаты, ну, и не только они, но тем не менее, Соединенные Штаты находились в таком специфическом состоянии, да, это холодная война, это, значит, антивоенные и антиколониальные, значит, движения, это, там, вот это гонка вооружений и, значит, какие-то космические вещи, да, и так далее, и так далее. Почему в это время люди, которые имеют у себя в бэкграунде, да, биографическом, имеют миграцию, да, совершенно никак не обращают внимания, никак не тематизируют эти вещи в своей работе? Почему они строят для нас достаточно четкий, достаточно такой устойчивый образ этого общества? Да, процессуальный образ, да, вот, но достаточно устойчивый. Вот, и на мой взгляд, если удается выйти на вопросы, то это максимальный результат, к которому можно стремиться, вот, потому что, как мы понимаем, в нашей ситуации не столько важны, ну, ответы важны, но они важны в другом, в других вариантах, в, там, в творческих работах, в исследованиях и так далее, да, а вот здесь, в аудитории, в ситуации, когда у нас аудиторное время постоянно уменьшается, да, максимальная задача, на мой взгляд, это акцентировать вопрос, да. И, наконец, третье, третье задание, которое, третий вопрос, который я ставлю, и здесь тоже любопытные, на мой взгляд, получаются результаты, оно, здесь я обращаю внимание на аргументацию, да, какова аргументация? Я хочу, чтобы студенты посмотрели, чем аргументируют свои положения, значит, авторы, какие примеры они приводят, и что в этих примерах оказывается для них очевидным, да, что не требует с их точки зрения, не требует какой-то, что является само собой разумеющимся, да, вот, это важно с разных, разных точек зрения, и в том числе с точки зрения того, как применять эти положения, которые они предлагают, да, можно ли их применять, ну, классический вопрос, да, как мы понимаем, к разным теориям, можно ли эти теории, значит, использовать для анализа с украинского общества, если они написаны, значит, 50 лет назад или больше, да, если они написаны в Соединенных Штатах и про другое общество, можем ли мы эти идеи применять, да, вот, то есть это такой большой, важный, сложный вопрос, к которому я считаю нужно приучать, значит, студентов, чтобы они его не боялись, так вот, на что я хочу обратить ваше внимание, и несколько примеров вам предложить. В примерах, которые приводят Бергер и Лукман, они демонстрируют себя достаточно такими традиционными и патриархальными, и, в общем-то, это бросается, это бросается в глаза, и я начну с конца, да, интересно, что в качестве примеров речь не идет ни о Соединенных Штатах, ни о Европе, о которых обстоят, а речь идет о некоторых абстрактных, значит, даже трудно сказать, на что, а на какие знания авторы пытаются опираться, представление о обществе традиционном, да, можно предположить, зачем они это делали, почему они делали это именно так, вот, может быть, потому что их эмпирическая база была ограничена, может быть, из других причин, может быть, потому что их знание повседневности американского общества не было еще столь совершенным для того, чтобы, значит, предложить эти примеры, да, но на это мы обращаем внимание. Вот, и здесь, если, понятное дело, что я вырываю из контекста эти примеры, вот, но, тем не менее, это тоже интересный материал, да, когда наши авторы пишут, так как хорошо социализированный индивид знает, в кавычках, что его социальный мир представляет собой связанное целое, он будет вынужден объяснять его хорошее и плохое функционирование в терминах этого знания, да, и вот что это значит, хорошо социализированный индивид знает, в кавычках, что социальный мир представляет собой связанное целое, да. Дальше, другой пример, как ограничено, что такое знание в обществе и как оно формируется, как оно ограничено. Магией плодородия могут заниматься только женщины, а пещерной настенной живописью только мужчины, только старики могут совершать ритуал дождя и только оружейных дел мастера могут спать со своими кузинами под материнской линией. И здесь возможны и варианты того, что это влияние антропологического искусства. Можно говорить о том, что тут есть ирония некоторая, которую человек цивилизованный, человек XX века имеет по отношению или может разворачивать по отношению к обществу традиционному. Одновременно же мы видим, что эти примеры несут для нас, продолжают для нас традиционное разделение, поддерживают эти традиционные деления между мужским и женским, деления между возрастными категориями и так далее. Ну и конечно, самый любимый для студентов кусочек касается того, как они показывают, как институционализация разворачивается в межиндивидуальном взаимодействии. И там фигурируют индивиды А и Б. И поначалу просто индивиды А и Б. Но когда мы видим, что по мере того, как А и Б взаимодействуют, каким бы то ни было образом типизации будут создаваться довольно быстро, А наблюдая за тем, что делает Б и так далее. Например, роль Б в сфере приготовления пищи не только типизируется А в качестве таковой, но и становится составным элементом собственной роли А в аналогичной сфере деятельности. Ну конечно, хочется здесь перевести это на обычный язык, да, но, так сказать, повседневно. Но вместе с тем, вот на основании этого кусочка, кто такие А и Б? Да, совершенно верно. И более того. Да, совершенно верно. И дальше мы находим подтверждение этим вещам. Расширим несколько нашу парадигму и представим, что у А и Б есть дети, да? И все. И у нас сложилась уже картинка, да? Вот. И очень интересно, как бы, поставить студентов перед вопросом, а почему именно этот вариант, значит, используется для того, чтобы показать, допустим, институционализацию и то, как она происходит, да? Ну, и хочется немножко, как бы, расшатать, да, эти, расшатать эти рамки, как бы, расширить этот взгляд, да, потому что мы, в общем-то, не про социологию семьи говорим, да? Мы говорим о социологии знания, о каких-то, о том, как происходит институционализация, о каких-то более широких процессах, да, чтобы мы не упорлись только исключительно в эту самую нуклеарную, моногамную, гидеросексуальную семью и так далее, да? Вот. И тогда в качестве шутки сначала я предлагаю, а почему, кто еще может быть этим третьим, да? Которому нужно передать, передать эти самые основы социального порядка, которые сформировали А и Б как продолжение собственной личности, да? Как дополнительный момент для, как подсказка к ответу, такова, что если этому третьему не передать основы социального порядка, которые сформировали А и Б, да, то он будет предлагать свои, и, соответственно, этот социальный порядок рискует быть разрушенным. Кто этот третий? Точно. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Дальше. Ну и, конечно, интересно посмотреть на это в какой-то другой перспективе, да? Вынуть это только из внутрисемейных отношений, да, и показать это на какой-то более широкой перспективе взаимодействия, которая происходит, например, в гражданском обществе, да? Вот. И тогда мы сочиняем, фотосируем ситуацию, когда вы собираетесь с друзьями, делаете стартап, например, да? Вот. И вы формируете какие-то, значит, правила, которые являются продолжением вашего видения, вашего дела, вашей задачи, того, как вы будете реализовываться в этом большом мире, да, на рынке и так далее, и так далее, да? Вот. Тут мы подключаем, сразу подключаем какие-то фильмы, которые нам разворачивают подобные ситуации, например, да? Вот. И мы видим, что, и таким образом мы, как бы сказать, ну, в определенном смысле модернизируем наших авторов, да? Вот. И одновременно преодолеваем те ограничения, которые есть у их текстов, да? Вот. И, возвращаясь к центральной идее моей, мы делаем эти тексты применимыми, да? применимыми для анализа различных тем в современном обществе. И на этом я, собственно, заканчиваю. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо. Коллеги, все зарегистрированы. Как меня? Я тоже знаю, что мы уже отметим. Сейчас, ты, значит, гражданин. Благодарим вас. Спасибо. Спасибо вам, коллеги, за участие. Ждем вас на следующем семинаре. Всем вас заранее. Спасибо.